Сегодня мы исходим из того, что действительно ход по подразделению не изменяется. Это действительно так. Но требования к персоналу становятся таковыми, чтобы они больше ориентировались на осознание, что они получают деньги не за то, сколько они закрутили грани, а за то, насколько исправят тот или иной объект. Будь то станок, на котором ремонтируют, локомотив, который ремонтируют, или сладкие какие-то запасы, которые оптимизируют, а они хранятся в 20-ти халек у каждого мастера, в 3 или в 4 раза. Ну, точно. Можно скорректировать немножечко, тоже вот этот ответ добавить. Вот на самом деле в промышленности, в управлении, во всяком случае, в энергетике, в транспорте, все идет к тому, что оператора мы будем убирать. То есть оператор – это человеческий фактор, который почту может сильно напрягнуть. Поэтому вы говорите про какой-то прошлый век. Как бы сейчас автоматизация должна быть вообще без людей. О чем вы? Кому? Кто, чего должен понимать? Должен даже не думать об этом, а только пользоваться. Смотрите, все просто. Значит, мы сейчас этот вопрос заканчиваем. Спасибо большое за вопрос. Он сделал то, что я пытался сделать везде. Значит, тогда я просто сейчас, чтобы отойти от этой истории, я просто расскажу вам, что как раз вот моя вера в цифровую трансформацию заключается в том, что закон под названием, чтобы корову сделать более эффективной, надо больше ее доить и меньше кормить, он не работает, как бы он другой. Да? Вот. Вот это вот бизнес из южила разный. Мы что-то сделали, и поэтому мы сократили затраты. Не в этом история цифровой цифровизации. Были вопросы? Давайте, пожалуйста. Похожий вопрос. Ну вот еще у вас был вопрос. Пожалуйста. Где девушка с кайкорпоном? Дайте, пожалуйста, нам ее сюда. Куда она могла деться? Она не могла быть. Она очень ответственная. Видит, она очень странная. Вот тут много говорилось про решения, в котором нет каких-то конкурентов у нас. И у меня вот вопрос. Сейчас есть на рынке район промышленности, это Microsoft Azure, который начинал свой подход немного с другой стороны. То есть они сперва развили облачную инфраструктуру, и теперь, когда они ее уже развили, они как бы приходят в рынок IoT, в том числе промышленность. С другой стороны, у нас есть крупные промышленные предприятия в нефтегазовой отрасли и так далее, которые, в общем-то, не как бы хотят, наверное, вот этого развития, то есть внедрения технологий, но на самом деле не очень, да, потому что, как бы, ни для кого не секрет, то, что мы воруют, по-самому, да, и многие ниши не хотят. А это все пресекает. Не кажется ли вам, что опираться на развитие IoT-промышленности и на крупную промышленность, это немного медленный ход, ну, подход? То есть, может быть, стоит, наоборот, опираться на мелкий, средний бизнес? Ваш вопрос заключается в том, что надо ли использовать общепринятые мировые решения в рамках автоматизации процесса предприятия, или нужно работать с маленькими командами, которые, ну, я понимаю вопрос, маленькими, средними командами, которые могут более эффективным образом кастомизировать решения под нужное заказчика и быть более эффективными в части вот этой кастомизации, правильно? Ну, скорее, это то, что крупный сектор, но все-таки достаточно узконаправленный, а мелкий, средний бизнес, там больше вариантов решений и, соответственно, скорость развития технологий, он будет быстрее. Давайте вот посчитаем, что этот вопрос, ну, правда, вы хотели, да, задать вопрос, но давайте вот ваш вопрос будет последний, и я меня буду добивать за это, но ничего страшного, я привык. Борис, вы ответите, пожалуйста, на этот вопрос, а мы вот последний вопрос тогда и закончим сессию. Поскольку вопрос заданется широко, я хочу, что на участие, верю, что мои коллеги уже какую-то часть разноролят. Вы спрашиваете про малый и средний бизнес, и про его гибкость, адаптируемость, скорость внедрения инноваций, и про крупный, который, ну, объективный, не так оборудованный, да. И, ну, а вы так в курсе, наверное, какое соотношение в нашей экономике к крупному бизнесу, малому и среднему, да. То есть оно не в пользу малому и среднему, к сожалению, наверное, скорее всего, да. А теперь мы говорим о том, что мы хотим получить экономический эффект для акционеров, собственников, то есть для государств в том числе, которое тоже вам нужно является акционерным, собственником, да, в нашем производстве. Если мы хотим эффекты для этих институтов получать, то означает, что мы должны на их собственности это все не введрять. Поэтому, как бы ни поворот, ни медленно не были бы крупные корпорации, да, но в нашей экономике с ее структурой просто, рынческой, наверное, будет правильно. А малосредние предприятия сами вольны определяют свою инновационную политику, и они не помешают этим заниматься в России. Вот это моя часть. Понятно. Давайте вопрос, пожалуйста, что вы давно просите. Извините. Добрый день. Сергей Масовихин, наверное, решение консалтинга. Мне, конечно, много своих вопросов по циферизации консалтинга, но это не в эту площадку. Я сейчас про проекты для наших клиентов спрошу, да, про промышленные предприятия и про индустриальные промышленные парки и особо экономические зоны. Пока мнение их, которое я озвучиваю, да, это цифровизация дорогой игрушки, в частности, ай-код, да. То есть нам одна из компаний, я сейчас не буду называть, предлагала техническое решение по цифровизации датчиков, например, процесса охраны промышленного парка. Прикольно звучит, на взгляд, идет охранник, ему подсвечиваются те сегменты площади, которые он должен осмотреть, как только там ловит собака, он должен отправляться в прожектор и все такое прочее, а его коллега, собственно говоря, не нужен, да, обход территории. Вот, сейчас они говорят о том, что да, все это прикольно, но, честно говоря, мы пока можем заставить этого человека. Я смотрю, вот у нас дискуссия, она больше личностно-психологических аспектов все равно уходит, потому что цифра, она напрямую влевает. Вопрос у меня следующий. Здесь вот прозвучали такие цены от виртуальности вот этой самой, да, и, как это, рано или поздно прозвучали слова, а также от индивидуальных решений, как бы, таких массовых. Нам пока сказали, что это дорого, когда мы стали спрашивать про цены вопроса, да. Соответственно, меня интересует, какие ваши ощущения, как экспертов, когда наступает вот такой тренд по удельной цене вот этих решений. Приведу пример. В 99-м году монитор 14-дюймовый стоил 3 тысячи долларов, да, ну, правда, и доллар, конечно, от другой был, да. Сейчас, там, 27-дюймовый стоит, там, ну, 180 долларов, да. Простым делением одно-другое мы получаем за 20 лет 26 раз. Соответственно, нас всех интересуют. Сейчас вы находитесь в области дорогих игрушек, да, которые пропагандируете, которые любите, мы тоже с этим с интересом смотрим. Какой, на ваш взгляд, тренд по удельной стоимости, точнее, ее снижению вот этих вот самых решений для того самого малого среднего бизнеса, все-таки не будем занимать, не забывать, да, что у нас занимает достаточно серьезную тему скручную тему. При этом все понятно. Малым средним бизнесом. Вот такой вот вопрос. Спасибо. Вопрос понятен. Павел, возьмем, что-то для себя. Кто у нас пара тренды сегодня? Да, спасибо за вопрос. В целом, если это вопрос, кто-то тоже учитываю, наверное, и в такую небольшую канутку как раз в сторону малого-среднего бизнеса и в сторону развития экономики, раз уж так глобально мы рассуждаем, сегодня, все-все правильно. Хороший пример с мониторами. Есть достаточно большое количество примеров и с датчиками, и с программным обеспечением и так далее. И в общем и целом, если мы говорим про как раз цифровизацию именно малых и средних предприятий, то здесь, на мой взгляд, уже есть такие дешевые и работающие игрушки. Все, например, все, что связано как раз с автоматизацией бизнеса, бизнес-процесса, бухгалтерии, соответственно, стоп, учет и так далее, и так далее, которые, по сути, уже и развиваются в модели. Там, as a service, где за 3 тысячи рублей в месяц или в год возможно перевести все свои ручные операции в цифровой процесс. Просто нужно понимать, о чем мы говорим. То есть, если мы говорим про какие-то сложные технологические процессы, например, на предприятиях, как коллеги из Волгоградской области, на предприятиях с цементной промышленностью, с химией, здесь несколько сложнее все, чем, например, ларек с кофе или с булочками, для которых уже эти решения есть и достаточно успешно тиражируются. Достаточно много примеров, все о них знаем. А если рассматривать малый и средний бизнес с точки зрения именно промышленных таких предприятий, то здесь пока еще такого перелома нет, но он намечается. То есть, уже есть и готовый софтвертный продукт, а, как известно, у софтвертных продуктов достаточно высокая маржинальность, и она все ниже и ниже, соответственно, с тем, что цена становится так же ниже. И в какой-то момент времени просто то, что предлагаем мы и коллеги как раз сейчас, оно станет, по сути, базовым, даже бесплатным модулем, на который потом будут накручиваться другие. То есть, мы здесь в авангард, на самом деле, со всем бизнесом идем. То есть, сначала одно решение, а потом на базе него будем предлагать еще что-то уже, там, по меньшей стоимости и так далее. То есть, бизнес-модель и у нас, и у вас будет меняться. И, в общем и целом, мы надеемся как раз, что за счет этого, наверное, в первую очередь, может быть, на вторую, в третью, на первых приоритетах, у нас и структура экономики немножко поменяется в сторону от малого и среднего бизнеса. Спасибо. А вот еще хотелось бы добавить конкретные цифры, если можно. Можно только прямо. Очень коротко, да. Вот что такое IOT? Это устройство, которое имеет железянку, вы ее куда-то ставите, и вам нужно где-то хранить данные. Вот на сегодняшний день даже тяжелая промышленная автоматизация или простенький датчик давления или расходомер вам будет стоить до 5000 рублей. Хранение в облаке в год одного изменяющего параметра вам будет стоить до 100 рублей. Вот давайте, вот, например, через пакет к этим цифрам вернемся и посмотрим. Я думаю, что они будут гораздо ниже. Спасибо большое. Я прошу прощения. Нет, мои заканчиваем. Извините, я должен сказать два слова, пожалуйста, Михаэль Тяна Древна. Спасибо большое спикерам. Многие из спикеров прилетели сегодня утром вместе со мной, сегодня вечером и улетят. Спасибо большое. Спасибо большое вам, что вы пришли, что выбрали нашу сессию. Отдельное спасибо людям, которым не досталось места, но нельзя в проходе. Я ощутил себя в какой-то студенческой обстановке, когда ходил на лекции. Без вас по этой сессии не получилось. Спасибо вам большое. Надеюсь, мы вас не подвели. Спасибо и хорошего вам. Спасибо.